Наталья, Северный Казахстан, живу я в Северном Казахстане, в Картанайском, в очень маленьком городке Ли-Сарковск. У нас бывает морозы в минус 40, летом 3 месяца, последняя, кстати, жара, 38, засуха, сильные ветры, яблони садим, яблок почти нет, святая облетает от засухи, и ветра, несмотря на поливы, плоды опадают маленькими, а те, что вырывают, червивые, да, весело. Еще на участке близко к Гортовой Воле, потом им полтора метра. Но интересно, что 4 года назад, когда мы приезжали в Северном Казахстане, были 5 20-летних больших яблони, а та груша. Они росли в западной части участка. Когда мы пришли на участок, яблони плодоносили, давали крупные зеленые вкусные яблоки. Правда, много было червивых, ну а что, черви тоже вкусные любят, тут не надо обижаться. Груша тоже давала много груш, правда, невкусных. Участок был заросший, несколько лет никто за ним не смотрел. И, внимание, моя любимая тема, и был один, но большой муравейник. Но тогда я не смотрел ваши фильмы, поэтому Дёрд был уничтожен, муравейник вывезен. Ну, да вы еще и альтруист, гумунист, муравейник вывезен. Скорее всего, муравейник погиб после того, когда его отправили в эту самую миграцию. Яблоки измельчали, чувствуете, через запятую, Дёрд был уничтожен, запятая. Муравейник вывезен, запятая. Яблоки измельчали, и яблони по разным причинам погибли. Сейчас осталось одна яблони, одна груша. Груша ценна тем, что жаркие летники дают прекрасный тень. Да, только ради тени. Поэтому я буду в сельске заглагивать свою вину перед муравьями. Пытаться создать Дёрд под оставшимися яблони и грушей. Пока не знаю, как делать. Косить больше ничего делать. Дёрд будет постепенно нарастать, уплотняться. Ну и всю остальную территорию мечтаю превратить в сад. Смотрю ваши фильмы, все подряд. Жадные сильных ответы. Вопросы нахожу. Но не все ответы есть. Например, как на холмах поливать яблони. Если у нас тут почти пустыня летом. Дождевание с помощью насадки на шланг. Вы знаете, вот эта фотография одного из вас. Я ей прислал ранг учебных. У меня есть отдельная папка с учебным фотографиями. Видно, что земля завозная. Дёрд не тронут. Всё великолепно. Наверное, здесь, может быть, это Сибирь, где очень высокая уровень снега. Да, вон даже по северу России, везде большой снег. Кто-то сегодня звонил, сказал, что у них 60 сантиметров. Это много. И получается, что всё, но ничего, но крутоватый холм. Вот только это. А так, тут надо просто косить и больше ничего не делать. Вот она будет нарастать. И всё. А вот это, я, знаете, тут вот эта телепередача «Усадьба». Она постоянно, каждый день, частенько показывает там. Мне всё не нравится. Я призят и страшно. Вот. На этот раз мне не понравилось, что зачем она, пресловный хуй, превратила в газон цветочный. Ну, чешутся руки, ну, почеши в другом месте. Ну, то есть, по чёрному. Разве много, чтобы вырастить, газон надо полопать, и клопать, и клопать. Понимаете? Я вам ещё раз покажу. Это не вам. Это, знаете, вот эти люди, да, глупость несусветная. И их, вот как сказать, я их могу даже уважать. Они, наверное, работяги. Вот. Наверное, они что-то пытаются. Они верят в то, что они делают. Но есть кто-то, кто дал им сценарий, сказал, считайте. Вот. А дальше внизу был инструмент. Первая лопата. Вторая, нет. Первая грабли. Вторая вилы. И объяснили. Ничего вот так сложного нет. Хоть вы и кандидат. Но ух, тут вы разберётесь. Отгребёте эту листу, которая, это самое, с вредными насекомыми. Вот. А потом будете тыкать и подавать туда кислород. Если заранее знаешь, что кислород подавать туда не надо, можно вот это всё, представьте, виллы втыкаются. Всё это можно использовать. Сложившаяся система. Кто-то очень умный, вот так, в теле через стекло. Как он смог сделать, не знаю. Что ли, червей видно? Вот они. Умешивший снимок. Эти снимки надо в школьном учебнике. А то, эээ. Вот по ним надо учиться. А теперь, если вот этого не делать, вот эту дурь, и в кино не будет, и они не заработают, режиссёр не заработает. И сценарий, с которым, это, наверняка, как он кандидат наук. А может, она сама, она же кандидат наук тоже. Причём считается, что она это, садовод. А я говорю, господи, боже мой. Как можно вот это творить, а? Ну, уже тогда бы, никто бы не стал здесь газон делать. Святое. Нельзя. Не подходить. Даже ходить. Вы понимаете, когда человек наступит здесь, потом червям снова надо будет пробиваться наверх. Кислород. Кислород. Посмотрите. Ну, куда вас снимок-то? Куда ещё лучше-то, да? Посмотрите, эти самые. Что такое аэрация? Вы видели? А это ради чего? Ради заработка. Дурить людям голову. Кто писал сценарий? Найдите мне первый источник. Я, вы знаете, вспоминаем быстро, я на этом всё закончу. Вот. Это мы будем уже проходить в следующий раз. А я закончу на чём? Значит, вот эта вот компания, она исчезла на моём канале. Сейчас телеканал Бобёр исчез. Ну, я в кабинете. Исчез. На его месте появилась усадьба. Вот. Но уже люди другие. Они точно так же. Я говорю, вот, э-э, те современные. Это такая безобидная вещь. Я уже смотрю, думаю, ну, пусть там это. Всё равно вреда большого нет. Но если вспомнить, что творили вот эти, вот, это такой вред несусветный, страшный вред. Это как, представительное хозяйство, там вредило, а они с экрана, вредят. Вредят. Причём, приёмы, которые они применили несколько, я нигде никогда это самое не слышал, не читал, ничего. Такое впечатление изобретает по ходу. Берёт тережку, нагревает вот эту же листу из-под дерева, возит в лес, а из леса привозит там с под берез или с под каких-нибудь там этих самых дубов или чего-то ту листу и высыпает под деревом. Вот, понимаете, человек приходит, ему устало, ему надо отдохнуть под сенью деревьев, на которых яблоки висят. А ему говорят, вы что, это же ужас, срочно, срочно убрать всё. И эти мудрелы же не оставить голодными деревья, увезти в лес телеги, с тележки, полные листы, а потом привезти из леса дикие листья. И вот таких советов это ещё самый безобидный. Ну, это просто совет, как мы отсюда дури. Так, а дальше я уже столько раз говорю, уже боюсь говорить. Смотрите, друзья, наше время стекло. Я всё взгляну, нет ли какого-нибудь совсем срочного вопроса. Это Олег Мезинов. Я потом расскажу. Вот. Я потом расскажу. Что-то ещё раз потом услышите очень важное. Вот. Моя книга скоро идёт, больше такой компромисс. Называется «Ни вашим, ни нашим». Вот. Я потом понял книгу, надо писать самому одному. Вот. Вот эти, кстати, та дама, которая Челябинская область, которая мне вернула косточки. Представляете, эти у меня косточки были не манджурские, а сыновья манджурцы. Вот первый сын манджурцы, первое дерево, выросшее из косточки которые эти самым я выросил из косточки, которые взял от того патриарха, да? Ну как вам? А? Что она натворила? Сколько она мне их вернула? 70 или 100? И вот. Что она это самое? Ведь поверьте, что вырастут дикари. Я уже и это, Ваулина привёл пример. Нет. Почему? Они берут число. Это королевская рать, гигантская. Вам я могу доказать. А как ей доказать? Она же в моей фильме-то, помните, 4 диска вернула. 2, говорит, не открылась. Ну а вдруг технически, вдруг у неё стали какие-то компьютеры, программа не та, 2. Но 2 открылась. Почему же не посмотрела? Это вопиёт. Это вот это вот. Это ещё не лучше из манжурства. Просто первый. Дальше я рассказывал, как его уничтожили. Их два дерева. Вот это и вот это. У соседа. Прямо за забором. Вот этот участок за полтора миллиона всё мечтаю купить. И мечтает Елена Савич купить. Вот тут можно вырастить научный сад. Такой сад можно вырастить. Забор только убрать между нами. Но кто нам даст полтора миллиона? Наука? Нет. Они вот с пустого порожня. Вот видите? Что потом с этим деревом? Вот с этим деревом фотографировала девочка-то. Так. И. Поняли, да? Ладно. Ещё, может быть, сейчас вспомню. Нет ли какого-то срочного чего-то. Это дерево целый сад заменит из колонны. Потом расскажу. Какой ужас творится. Найдите вы дерево. Это не вот это больное, изувеченное. А потом его прививаете. Ну, нельзя же так-то. Я сколько смотрю, у них никогда ни в одном передаче не было ни одного здорового дерева. Если это был саженец, это такой дебильный саженец. Один, второй, третий. Это ужас. Это для меня эти саженцы и сразу помойку. А они с этими саженцами работают. Вот саженец. Это саженец. Ну, что тут? Корневой отводок. Тему что? Ну, нужно вырастить гигантское дерево. Нет, не вырастить гигантское дерево. Это корневой отводок. А не сей нет. сколько всего все, ребята. Я на самом деле, если вы смотрите, смотрите, это вот то, что вы у Тимошки за это, за три тысячи купили вот эти саженцы. Тимошка такой счастливый, первые деньги в жизни заработал в 10 лет. Вот. Я считаю, что наши дети должны быстрее у нас лет. Где-нибудь в Финляндии или там в Голландии. У нас бы уже этих детей бы отняли приемную семью куда-нибудь. Слава Богу, у нас, надеюсь, таких дураков нет. Все, друзья, закончили мы и сейчас переходим к второй этапу. Второй этап называется «Вопросы и ответы». Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!